привет сегодня уже пора разбирать елку чем собственно и буду заниматься сегодня моя самая любимая игрушка вот это вот она у меня с детства ее берегу вот эту птичку я купила магазине где продают российские игрушки смотрите какая красота птичка как раньше на прищепках продавались очень красивые игрушки дорогие вот эти российские очень еще есть такая птичка вот эти вот эти другие они вот эти дешевые это не российские игрушки но это и видно это покрашенный пенопласт а там стекло но эти тоже ничего красиво выглядит почему бы и нет вот эта старая игрушка очень клубничка тут много у меня старых и новые есть всякие разные сейчас покажу еще вам виноград виноград тоже из того же магазина я вам его снимала это фарфор где продают такой виноград слушайте по моему 15 евро одна штука такая вот игрушка стеклянная российская вручную расписанная по моему 15 евро а вот это ватная куколка это по моему тоже по моему это тоже 15 евро это я заказывала на marketplace мне прислали птичка тут сидит у нее капюшончик маленький шарф а нет не шарф это капюшон все дела все как положено для зимней прогулки это тоже из того магазина где фарфор и там же елочные игрушки вот красная шапочка ну повернись не стесняйся ну вот такая красоточка шишка тоже старая смотрите какой сапог поворачивается вот сапожок вот этот мне нравится снеговик но это современная игрушка и в обычном магазине покупала в максиме это недорогая игрушка на стеклянная тоже стеклянная вот этот домик не стекло легкий-легкий а вы свои елочки убрали уже или жалко еще оставаться а вообще чего и убирать лето пролетит незаметно тому снова новый год бусы бусы потом не снимаются так хотела вам еще показать вот такого снегурочка и дед мороз они довольно тяжелые и купила я их на ярмарке в прошлом году на ратушной площади там продавали игрушки ручной работы я так поняла и там они такие уж прям строгие по моему они литовцы они не разрешали снимать категорически прям следили за этим но мне хотелось оттуда какие-то игрушки пришлось купить все таки у них такие но на елку не знаю я их просто ставлю на камин потому что они тяжеловаты для такой елки как у нас они все-таки тяжеловаты вот птички которые светятся в темноте там наверное фосфор добавлен вот такие вот даже здесь немножко видно что таким светло зелененьким цветом отдает так ладно буду разбирать елочку до конца здесь проходит тестирование новой сковородки подаренной Юлечкой а вот там тестирование сковородки подаренной папой папа на днях пришел и говорит купил еще одну сковородку я бы еще одну купила кстати вот эти две достаточно большие я бы купила еще одну поменьше немножко и мне еще нужна форма для выпечки новая я ее не блинчиками тестирую а картошечкой жареной хочу картошку с баклажанами с чесночком вкуснятина будет так ну вот картошка готова баклажаны тоже сейчас будем пробовать хотя чего пробовать картошка как картошка вот такие вот баклажаны я туда добавила чеснок и укроп выглядят как грибочки все приятного аппетита так ну что попробуем как получилась картошечка на новой сковородке вкусненько это вам не китайский ресторан тут намного вкуснее украшения баклажанчики какие хорошие с чесночком в общем испытания прошли полный зачет сковородке Юляшка, спасибо тебе еще раз Во